Онлайн-конференции в студии портала bnews.kz Это всегда горячие темы, острые вопросы, открытый формат, прямое вещание в сети интернет, прямая линия в интернете с министрами, экспертами, банкирами, акулами бизнеса, публичными персонами. Задайте свой вопрос и получите ответ на портале bnews.kz Каждую неделю новые герои, новые лица, новые вопросы. Онлайн-конференции на 3wbnews.kz Всегда актуально, авторитетно и доступно каждому. Это bnews.online, меня зовут Даля Насипова. И сегодня мы поговорим о качестве продукции и менеджменте, внедряемых на казахстанских предприятиях. Сегодня у нас в гостях президент Казахстанской организации качества и инновационного менеджмента, профессор, председатель правления азиатской сети качества Азад Абдрахманов. Здравствуйте. Добрый день. Давайте начнем с того, какова роль качества в эпоху IT-технологии. Категория качества является очень важной и в эпоху информационных технологий, и, как сейчас говорят, четвертой промышленной революции. Почему? Потому что категория качества – это понятие философское. Это качество нельзя свести только к каким-то техническим параметрам, к каким-то конкретным цифрам, потому что, например, потребитель оценивает качество по многочисленным критериям. Понимаете? Вплоть до того, что как его обслуживают, например, при обращении к поставщику продукции или услуг. Насколько выжить в персонал, например, насколько быстро его обслужили. Был ли подход профессиональным, например. И, допустим, кроме изделия, которые производят многие производители, или одно и то же изделие, один и тот же продукт, который можно приобрести в различных торговых точках, например. То есть важно еще, каким комплексом услуг сопровождается данный товар. То есть тут очень много составляющих, и отсюда у потребителя складывается такое общее мнение о качестве. Ну и, естественно, мы говорим о таких важных показателях, как цена или стоимость товара или услуги и ее доступность этой услуги. Ну вот во всех практических сферах сегодня существуют стандарты. Из чего они складываются, когда прописываются вот эти стандарты? Можете пояснить, как составляются они? Да, ну вот можно сейчас сказать таким образом. Есть определенные отличия подходов в условиях рыночной экономики или плановой экономики, которая в нашей стране была до приобретения независимости. Значит, раньше государство регулировало все показатели, и в данном случае все технические характеристики продукции были заложены в стандартах. И это было главным. Вот если производитель производит продукцию, соответствующую стандартам, это все. Этого достаточно. В настоящее время государство уже отказывается от роли и не может, скажем, определять все параметры. Почему? Потому что потребительские свойства товара остаются за пределами стандарта. То есть в настоящее время задача уполномоченных государственных органов – это контролировать такие характеристики, которые влияют на безопасность продукции для жизни и здоровья людей, их имущества. Все остальные параметры – вкусовые, эстетические или какие-то другие – уже остаются на суждение потребителя. То есть и потом, видите, как говорят, на вкус и цвет товарищей нет, да? То есть у каждого свой вкус, у каждого свои потребности, у каждого свое отношение. Поэтому потребитель вправе выбирать продукцию, которая кажется ему или ей качественной. Ну вот с какими проблемами сегодня существуют у отечественных товаропроизводителей в плане менеджмента, в плане качества? Чего не хватает там для того, чтобы выходить на рынок международного? Ну, я бы сказал, у отечественных товаропроизводителей хватает, не хватает, вернее, и того, и другого. То есть нельзя сказать, что вся продукция, она абсолютно соответствует даже тем стандартам, которые требуют ограниченные характеристики, да? И то можно наблюдать несоответствие стандартам. То есть это натуральный брак. Но в условиях, допустим, плановой экономики, когда это была государственная собственность на средства производства и все, как будто и само предприятие было государственным. Поэтому вот когда шел контроль качества, можно было отбраковать несоответствующую продукцию, отправить на доработку или вообще списать. В условиях же рыночной экономики, когда есть частная собственность на средства производства и вообще очень большая доля частного сектора, конечно, даже бракованную продукцию пытаются реализовать. Это проблема. Поэтому, конечно, для отечественных товаропроизводителей очень важно освоить современные технологии производства, получить или, вернее, наладить производство с высокой точностью с целью соблюдения именно технических характеристик согласно стандартам, отечественным стандартам или международным стандартам. Ну а второй вопрос, это уже того, что не было раньше, это когда в условиях дефицита любой товар, значит, наш скромный потребитель радовался тому, что эта вещь или эта продукция досталась ему или ей, потому что потребности превышали производство. А сейчас, например, уже другие условия. У потребителей есть возможность выбора. И один и тот же товар производится, например, многими производителями, и на рынке есть возможность выбора, например, и по качеству, и по стоимости, и по сопутствующим услугам. Ну, например, скажем, гарантийный срок. Есть фирмы, которые предоставляют, например, бытовую электронику с гарантией на три года. Другая компания предоставляет гарантию только на год. Или, например, ну, скажем, такие очень простые услуги, например, доставка на дом или монтаж той же стиральной машины или установка телевизоров, например, на дому у потребителя. А другие говорят, нет, у нас транспорта нет, пожалуйста, забирайте сами, вывозите. Ну, это, в общем-то, уже не отвечает требованиям сегодняшнего дня, и потребитель должен не только заплатить деньги, он еще должен искать транспорт, он еще должен искать специалиста, который привезет эту продукцию к демонадам и еще будет устанавливать, и за это надо дополнительно платить. Что нужно делать для того, чтобы поднять уровень и качество услуг оказыванных, и качество продукции, вот что нужно делать? Вы знаете, сейчас вот в связи с этим, конечно, будут выигрывать те, кто максимально учли требования потребителей. То есть это маркетинг, это изучение рынка, это изучение спроса, это изучение рыночного сектора, например, да, то есть максимальное изучение рынка и спроса. И в этом случае, и, конечно, грамотное определение требований потребителей. Вот это очень важный момент, но мы идем дальше сейчас, ведь конкуренция на рынке нарастает, и в связи с этим уже на сегодня, допустим, требования потребителей растут, и нам уже недостаточно того, что нам сделали то, что сделали. Мне хочется, чтобы меня удивили и превзошли мои ожидания, понимаете? Поэтому сейчас уже важно, чтобы поставщик или производитель, поставщик продукции и услуг, например, мог превзойти ожидания потребителей. Оказывается, какие-то сопутствующие услуги. Да, то есть, ну, бывает, например, вот, ну, скажем, эти мобильные телефоны, ну, кто мог подумать, что вы можете видеть своего собеседника на другом конце земного шара, да, или в секунды передавать сообщения, изображения, или, например, даже видеосюжет, или реального события, например, там, какого-то семейного торжества можно передавать на другой конец планеты, например, передавать информацию, изображения и так далее. То есть, об этом потребитель и не думал. То есть, если раньше с законом бизнеса, например, или правилами было так, определи потребность и удовлетвори ее, да, теперь говорят, создай потребность и удовлетвори ее. То есть, сейчас создаются новые-новые возможности благодаря информационным технологиям, коммуникационным технологиям. То есть, и предлагают потребителю совершенно новые услуги, о которых он даже и не представлял себе. То есть, производители должны опережать, получается, в наше время потребительский спрос, можно сказать. Да, и поэтому я бы хотел сказать, вот, скажем, ну, как бы такое небольшое резюме вот нашему обсуждению. То есть, у многих людей иногда, ну, к сожалению, даже у специалистов, у руководителей предприятий создается впечатление такое. Качество – это что-то заданное только для продукции в рамках и все. То есть, если мы что-то делаем согласно стандартов, то мы делаем качественную продукцию. Поэтому тут это очень такое всеобъемлющее понятие качества. Тут это касается очень больших глубинных проблем, понимаете, компании. Например, если компания хочет позиционироваться в качестве лидера на рынке, то тут абсолютно все важно. Даже, скажем, вот, фронт-деск или ресепшн, например, да, вот крупной компании, есть ли возможность дозвониться к ним, например, или вы дозваниваетесь, и в течение, там, полминуты идет реклама какая-то на разных языках. Это тоже раздражает, допустим, потребителя, да, то есть, как отвечают и так далее. То есть, тут вот настолько мелочей нет в этом деле, поэтому вопросы качества – это очень настолько сложно, и этим пониманием должна проникнуться вся компания и каждый отдельно взятый сотрудник. То есть, если так, то мы можем с вами говорить уже о какой-то корпоративной культуре, понимаете? То есть, как говорят, клиент всегда прав, да, или кто платит, тот заказывает музыку. Это сейчас абсолютная истина. Да, но здесь очень много аспектов, как вот сделать, да, успешной компанией. Но если брать международный опыт, скажем так, на какие страны мы сегодня ориентируемся в плане качества, в плане менеджмента? Ну, это легко и просто сказать, да. Сейчас очень многие знают на слуху, что, например, скажем, Япония, страны Юго-Восточной Азии, например, Южная Корея, Сингапур, Гонконг, например, Китай, наш великий сосед, они достигли огромного прогресса благодаря решению проблем качества. И это абсолютно не стоит доказывать. Почему? Потому что, скажем, в Японии нет совершенно никаких ископаемых, нет минеральных ресурсов. И даже дерево для палочек, которыми они кушают, они импортируют. Понимаете? Поэтому после Второй мировой войны вот японцы стали перед дилеммой, как быть, как жить дальше, да, или бедствовать, скажем, на фоне той разрухи, которая досталась после Второй мировой войны, или достичь прогресса. Ну, мы уже знаем об этом, например, скажем, каких они достигли высот в автомобилестроении, электронике, телекоммуникациях, там, роботизации и так далее. Вот вам конкретный пример, когда качество. Ну, я просто не знаю, почему до сих пор многие наши руководители, например, вот это видя, читая, слыша, например, не уделяют должного внимания. Поэтому, когда, например, мы как специалисты обращаемся к руководителям, давайте мы проведем, допустим, элементарный анализ системы управления, вот мы встречаем такое непонимание, такое холодное отношение. А еще больше, например, давайте проведем тренинг, потому что я опять говорю, что сейчас речь не идет о таком конкретном узком понимании слова «качество». Это менеджмент качества. Если хотите, это качество компании, это качество системы управления, понимаете? Поэтому и очень важно, чтобы соответствующая стратегия компании опиралась именно на качество. Вот, насколько мне известно, в недалеком будущем у нас пройдет конгресс «Качество». Расскажите подробнее, пожалуйста, о его целях и вообще, что это будет за мероприятие. Ну, вот я хочу сказать о том, что, ну вот, как только вот в названных мной странах появилось большое желание к прогрессу, значит, проблемы качества стали в ряд с производственными. Поэтому, конечно, появились люди, например, скажем, которых назвали менеджерами по качеству, службы качества. Сейчас редко на каком предприятии в Казахстане, например, есть так называемая служба качества или служба менеджмента качества. Если она так называется, то там присутствует всего один человек на громадном предприятии, еще на которого возложили массу других обязанностей. Поэтому вот в Азии, например, именно менеджменту качеству уделялось большое внимание. Теперь накапливался опыт, понимаете? То есть одни предприятия были успешны, другие были не очень успешными. Поэтому вопрос обмена информацией стал очень актуальным. Например, изучение передового опыта, знаний, современных подходов, инструментов управления качеством. В связи с этим появились общества, ассоциации качества в отдельно взятых странах, как Япония, Южная Корея и так далее. Ну а потом уже появилась потребность общения в рамках регионов, континентов. Итак, в 2002 году по инициативе известного японского ученого Нарьяки Кану при поддержке национальных организаций качества 17 стран Азии появилась азиатская сеть качества, которая сразу же приступила к проведению ежегодных конгрессов качества. Вот, начиная с 2003 года, по настоящее время проведено 15 подобных конгрессов. И в этом году в Алмате 19-20 сентября пройдет 16-й азиатский конгресс качества, на который уже подали заявку более 200 иностранных специалистов из стран Юго-Восточной Азии, Европейского Союза, Соединенных Штатов и многих других стран. Вот, и, конечно же, это можно считать большим событием для Казахстана, потому что это впервые в нашей стране. А до этого проводилось в этих странах? В разных странах, да, естественно, в разных странах, тех экономически развитых странах, прежде всего, Японии, Южной Кореи, Вьетнам, Гонконг, Таиланд, Дели и так далее. Да, вот, где движение к качеству, именно, вот, вопросы качества стоят как национальные идеи качества. Вот, в связи с этим, конечно, вот, когда два года назад решался вопрос о том, где будет очередной конгресс в 2018 году, мы проявили инициативу и пригласили, чтобы этот конгресс прошел в Казахстане. Конечно, это было ответственное заявление, но, однако, наши коллеги из стран Азии поддержали эту идею, потому что, ну, многие слышали о нашей стране, об инициативах нашего президента, правительства, о такой политике государства, стремящегося к интеграции. Поэтому, значит, это наше предложение было принято с большим интересом, и теперь у нас, конечно, задача стоит провести его на соответствующем уровне. Ну, наверняка уже известна программа, да, что получит участие? Да, программа известна, и я бы хотел воспользоваться возможностью, конечно, поблагодарить Национальную палату предпринимателей Атомикен, региональные палаты и головной офис за активную, действенную помощь в организации данного конгресса. И также, конечно, большую помощь нам оказывает Комитет технического регулирования и метрологии. Вот при таком партнерстве, значит, мы планируем проведение пленарной сессии 19 сентября, на котором будет озвучено приветствие со стороны казахстанских организаций, вот названных мной, и прозвучат доклады всемирно известных профессионалов, ученых в области менеджмента качества. И программа, я думаю, она очень интересная, касается очень больших проблем, ну, в частности, той же самой проблемы о роли менеджмента качества, скажем, в эпоху информационных технологий, в эпоху четвертой промышленной революции, например, то есть о актуальных проблемах управления бизнесом, например, о достижении высокого уровня конкурентоспособности компаниями, продукции, например, о достижении устойчивого развития. Ну, вы знаете, сейчас в последние годы очень много в мире всевозможных проблем, включая экономические кризисы, политические кризисы, миграционные процессы и так далее, поэтому, конечно, менеджмент качества – это та сфера, которая не может быть в стороне, и, наоборот, будет позволять активно решать эти проблемы. То есть вот к этой области относится менеджмент рисков, понимаете? Вот, то есть риски экономических кризисов, других кризисов, техногенных кризисов, например, да, или рисков вообще в рыночных отношениях. Но все эти вопросы будут озвучены, все эти проблемы будут озвучены? Да, эти проблемы будут обсуждаться, и кроме пленарных сессий состоятся параллельные сессии, которые посвящены конкретным узким проблемам, например, скажем, вопросы менеджмента качества в сфере образования, в сфере подготовки специалистов. Например, я думаю, что для Казахстана это очень актуально. Есть секция, которая посвящается вопросам качества деятельности государственных органов, то есть государственных услуг, или системы здравоохранения, например, промышленности. То есть вот в этих направлениях будет проходить обсуждение. У нас, вот к нашему удовлетворению, на выступление записалось более 140 докладчиков. Это очень насыщенно из разных, вот из этих стран. И, конечно, нам бы очень хотелось, вот с помощью вашего портала, привлечь внимание нашего бизнес-сообщества, именно социальной сферы, например, для того, чтобы состав казахстанской делегации, или количество казахстанских участников было достаточным. Почему? Потому что, ну, у нас сейчас нет сомнений о том, что Конгресс пройдет, и он должен пройти успешно, в этом нет сомнений, но нам хочется, учитывая, что Конгресс будет проходить в нашей стране, чтобы наши казахстанские участники извлекли максимальную пользу. Ну, это возможность, во-первых, общения, возможность получить ответы на свои такие актуальные темы, на актуальные вопросы, например, вот, то есть создание партнерств, например. И еще я бы хотел сказать о том, что, ну, насколько известно, в эти дни проходит очень большой межправительственный форум, который касается, вот, один путь, один пояс, один путь, инициированный президентом Китая господином Си Цзиньпиним. Что касается нашей сферы, то есть по инициативе Китайской Ассоциации Качества создан международный альянс «Один пояс, один путь качества». Каковы задачи ульянса? Этот альянс именно уделяет большое внимание распространению идей качества, то есть распространению современных знаний о современных методах менеджмента качества, инструментах менеджмента качества, пропаганда лучшей практики, лучшего опыта в странах-участницах. Сейчас вот в этот международный альянс «Качество» вошла наша организация, казахстанская организация качества инновационного менеджмента, Китайская Ассоциация Качества и Российская Организация Качества, Таиландский Институт Стандартов и Сингапурский Институт Качества. Вот пока пять стран, но насколько я понимаю, что по мнению инициаторов этот альянс должен расти. То есть он, как бы, знаете, направлен на воссоздание традиций Великого Шелкового Пути. И вот все страны, которые были вовлечены когда-то в этот Великий Шелковый Путь, сейчас мы уже по-новому будем рассматривать эти проблемы с позицией качества. Это и реализация практических проектов. Вот, в частности, мне хотелось бы отметить то, что вот с нашей стороны при создании этого альянса или при разработке основополагающих документов была предложена реализация проекта по прослеживаемости продукции, которая производится в странах-участницах. То есть я поясню, что я имею в виду. Например, вот казахстанская продукция идет в Китай. Китайская продукция идет в Казахстан. Так вот, мы сейчас не можем быть уверены в том, что качественная продукция, произведенная в Казахстане, доходит с таким же качеством до китайского потребителя. То есть в пути может что-то случиться? Да, естественно. Ну, даже вот, скажем, аграрная продукция, например, производенная в поле, сертифицированное качество, все соответствует. При дальнейшей транспортировке может потерять качество. При дальнейшем хранении может потерять качество. То есть это должна быть цепочка. И это должна быть система. И вот в этом плане наша организация внесла предложение в Комитет технического регулирования и метрологии о том, чтобы создать именно систему сертификации цепи поставок. То есть попрослеживаемость. Ну, это должны быть, во-первых, обученные аудиторы. Вот, обученные аудиторы, которые именно специализируются на сертификации системы прослеживаемости. Я могу сказать, что ваш покорный слуга является единственным сейчас в Казахстане международным аудитором по прослеживаемости. То есть мы прошли соответствующее обучение, и наша организация признана международными организациями, соответствующими как орган по сертификации прослеживаемости. Но для этого нам надо пройти путь признания соответствующих образов согласно законодательству Республики Казахстан, что наши возможности технические, наши компетенции будут действительны в Казахстане. То есть надо создать систему сертификации, то есть надо аккредитовать орган по сертификации прослеживаемости. Ну и, соответственно, постепенно начинать эту работу с целью сертификации всех участников цепи поставок. Ну и, конечно, в данном случае очень важно, вот, скажем, создание соответствующих договоренностей с соответствующими китайскими организациями, например. Ну сейчас это на каком уровне находится? Сейчас мы на уровне понимания, сейчас на уровне продумывания этих моментов, потому что система прослеживаемости существует в Китае, внутри страны. Вот как теперь наши соответствующие уполномоченные государственные органы поддержат эту идею? Почему? Потому что, понимаете, сейчас уже есть аналогичные примеры в рамках Евразийского экономического союза. Вот, в частности, в прошлом году был реализован проект по прослеживаемости меховых изделий. Ну тут уже, как бы, сторона, знаете, это, во-первых, фискальные органы интересуются. Вот, это борьба с контрафактной продукцией и так далее. То есть, в рамках Евразийского экономического союза речь идет именно о прослеживаемости какой-то конкретной продукции. Например, сейчас обсуждается вопрос о создании системы прослеживаемости для фармацевтической продукции. Вы знаете, это особенно важно. У нас очень большая доля импортных лекарств. Как они к нам доставляются? Это действительно лекарство, произведенное в Соединенных Штатах или в Европейском Союзе, или это где-то фальсификация в соседних странах? Понимаете? То есть, вот эта система прослеживаемости, она позволит определить именно уникальную продукцию и отследить ее от производителя до конечного потребителя. Это очень важный вопрос. Но, конечно, для полной реализации этого проекта предстоит, например, большая работа, нормотворческая работа, законотворческая работа. То есть, необходимо внести соответствующие изменения в законодательство, законодательные акты. Поэтому тут участие наших законодателей, правительственных организаций очень важно. Без этого не получится. Поэтому это очень большая работа. Теперь вот в рамках этого Международного альянса качества мы затронули опять вопрос об оценке профессиональной компетентности специалистов. Вот этот вопрос, да, нехватка специалистов, да, получается? Нехватка специалистов раз. Но потом, смотрите, вот у нас есть очень большой пул молодых специалистов или других специалистов. У нас по-настоящему не существует системы сертификации профессиональной компетентности. Эта работа только набирает темпы, например. Не во всех сферах есть. Ну, скажем, квалификация врача. У него есть курсы повышения, у него есть дипломы, у него есть какие-то грамоты и даже так называемые сертификаты. Но это не настоящий сертификат. То есть существует международный стандарт, международная организация по стандартизации, ИСО 17.024, которая регламентирует требования к органам по сертификации персонала. То есть это качество специалиста. Видите, мы с вами говорили о качестве продукции, мы с вами говорили о качестве услуг, потом я затронул вопрос о качестве цепи поставок, которая обязательно сопровождает, скажем, продукцию. Качество продукции не может быть без обеспечения соответствующих моментов, скажем, инфраструктуры в цепи поставок. Вот теперь скажите, качество специалиста. То есть мы с вами знаем о том, что есть сертифицированные бухгалтеры, например, да, то есть по международным стандартам есть аккредитованные соответствующим образом авторитетные организации, которые выдают эти сертификаты, и к ним есть доверие. И есть, например, сертифицированные программисты, которые подают, и это используется для карьерного роста, для поиска новых возможностей, для специалистов, а во всех других. А каковы профессиональные компетенции инженера? Например, технолога. У нас в УЗИ готовят по каким-то учебным планам, утвержденным Министерством образования и науки, например, да, но один учился хорошо, другой не очень, например, да. Но дипломы обоих, по сути, есть. Диплом, да, ну, правда, у одного может быть красный диплом, а у всех обычные синие дипломы, например. То есть, а как вот выбрать, понимаете? То есть, эту работу тоже надо поставить на определенную высоту. Поэтому здесь, конечно, зависит от того, насколько независима, объективна система сертификации. У нас здесь тоже есть большие проблемы. Мы же прекрасно знаем с вами, что если мы на рынке где-то покупаем продукцию и при нем нам показывают сертификат соответствия, мы с вами тоже не можем на 100% довериться, что этот сертификат действительно выдан с соблюдением всех требований. То есть, органы по сертификации тоже нарушают. И в этом плане опять стоит проблема для, скажем, того же комитета технического регулирования метрологии, как навести порядок, например, да, вот в системе сертификации. Вот, чтобы мы каждому сертификату доверяли абсолютно, да. Поэтому, конечно, это требует времени. Мы с вами не живем в Японии или там в Германии, где уже есть вековая история и традиции, и менталитет этого народа, да, этих народов, например. Но у нас же, к сожалению, не всегда так. Мы с вами можем посмотреть вокруг, если нет инспектора дорожной полиции, мы можем и на красный свет проехать. Понимаете? Хотя в этих странах, например, никому не придет в голову выехать на встречную полосу и обойти, допустим, там пробку, если куда-то торопишься, да. К сожалению, у нас это есть в разных сферах. Поэтому надо продумать такие механизмы, чтобы был еще и общественный контроль над органами по сертификации. И чтобы какой-то был контроль над организациями, которые получают сертификаты. Но есть ли какая-то определенная стратегия, да, уже продуманная, может быть, в рамках временных каких-то определенных, которые вот все это... Или это вот только вот в стадии планирования, скажем так? Ну, я говорю от имени своей организации. У нас общественное объединение, то есть мы не государственная, не коммерческая организация, объединяющая специалистов в области качества там организации. И наша роль, конечно, поднимать такие проблемы, о которых я сегодня говорю. Понимаете? Ну, кто-то их должен поднимать. Это те люди, специалисты, которые в этих областях работают. А уже задача государственных органов, например, прислушаться к этому, то есть не закрывать глаза на эти проблемы, да? Каким образом? Почему? Потому что это все связано с экономикой, с нашим экономическим развитием. Я бы еще сказал, знаете, с качеством жизни нашего населения. То есть вот видите как? Тимая связь от качества. В конечном счете. В конечном счете. Говорим ли мы о качестве обучения в университетах? Мы говорим ли о качестве медицинских услуг? Мы говорим о качестве там сферы туристических, юридических и так далее. Все в конечном счете приходит к качеству жизни населения. Поэтому тут мелочей нет. И мы должны думать о том, что где государство берет на контроль, а где это переходит к общественности. То есть гласности, к прозрачности, например, да? То есть, ну, конечно, в этом направлении делается, но еще недостаточно. Поэтому мы ожидаем от Национальной палаты предпринимателей, например, от Амикен и комитета технического регулирования, о которых я сегодня говорю, да? Ну, например, даже, скажем, премия президента Алтен Сапа. Это очень важнейшее дело, понимаете? Но мы должны смотреть опять, как это делается за рубежом, понимаете? А не так, как мы это делаем, да? Это хорошее начинание. И это, допустим, ну, следует отметить, что именно в Казахстане практически, я не знаю, другие страны, где премию в области качества вручает президент страны. Это очень важный момент, это очень важный фактор. Но при этом процесс, подготовительный процесс нуждается в совершенствовании, понимаете? То есть процессы прохождения на конкурсе должны быть прозрачными для всех. То есть массовость должна быть. Если мы говорим, отмечаем из года в год, что количество участников конкурса Алтен Сапа увеличилось на несколько десятков предприятий, и мы говорим это хорошо, то есть это надо говорить о тысячах предприятий, понимаете? Как марафон, в ходе которого, допустим, какое-то малое предприятие, там фирма, они, конечно, могут даже и не думать, вот впервые участвуют в конкурсе Алтен Сапа и лучший товар Казахстана, что они станут победителями. Но это школа, понимаете? И эту школу надо обеспечить, поэтому мы вносим предложение в палату Атамикен о том, чтобы обеспечить пул экспертов, обучить экспертную комиссию, да? То есть каждый участник должен получать обратную связь. Каковы его сильные стороны? Каковы области для улучшения и так далее, да? Там не должно быть победителей и побежденных. То есть каждый, вот так же, как в марафоне участвуете, например, да, или в велогонке, например, да, то есть это не официальный чемпионат, а, скажем, массовые мероприятия. Вот так же должны быть эти конкурсы организованы. Вот в таком плане, что проба сил, понимаете? Каждая фирма попробовать свои силы. То есть и тут должен быть пул квалифицированных внешних экспертов, асессоров, которые, вот, скажем, под эгидой той же палаты предпринимателей Атамикен даст объективную внешнюю оценку, и это будет. Ну, сейчас это делается, но это надо больше, шире, и охватить надо больше компаний, например. И еще один вопрос, который я хотел бы затронуть, очень важный, понимаете, ну, затрагивается и государственными органами, и правительством о том, чтобы увеличить экспортный потенциал Казахстана. Каким образом? Ну, чтобы наши компании увереннее выходили на международные рынки. К сожалению, ведь таких мало очень. Сейчас, да, очень мало, очень мало. Или объемов мало, да, продукции, что они удовлетворяют только внутренний рынок, например. Или боязнь, скажем, требований международного рынка, то есть это, скажем, боязнь, что окажутся неконкурентоспособными. Поэтому надо делать так, чтобы конкурентоспособность нашей продукции была выше, выше. А для этого есть возможность опять внедрять эти методы управления, новые методы управления, да, чтобы повысить. И тогда, допустим, наши компании, и это прежде всего должны делать победители конкурса «Алтенцапа». Это лучший пример. То есть мы не можем с вами на каждое предприятие поставить контролера и проверять качество, да? Это невозможно. А вот пропаганда лучшего опыта, вот, как раньше говорили, школа передового опыта, да? Вот, то есть лучшие предприятия должны открывать двери. Вот победители «Алтенцапа», у нас это не практикуется сейчас. Вот победитель получил награду, значит, будь добр, демонстрируй, открой двери. Вот, например, в той же Японии, например, компания «Тойота», например, ежеквартально открывает, проводит дни открытых дверей. Тот же самый «БМВ», например, в Германии открывает двери, пожалуйста, и «Бош» компания. Пожалуйста, любой может записаться, заблаговременно формируется группа, и, пожалуйста, открыто. Ну, конечно, они могут свои ноу-хау не сказать, но основные принципы, подходы к управлению качеством – это реклама. Чем больше людей посетят, тем больше специалистов придут, тем больше доверия к продукции этой компании, понимаете? Поэтому вот сейчас остро стоит вопрос о признании казахстанской продукции за рубежом. Каково сейчас уровень доверия казахстанской продукции? Ну, я думаю, что это не системный. Может быть, кто-то столкнулся, кто-то видел, говорит хорошо. Но это не массово, потому что для этого надо участвовать в официальных международных конкурсах. Например, есть Европейский фонд менеджмента качества, который имеет такой модель, многоступенчатый уровень совершенства, достижений совершенства. Ну, в частности, я хочу сказать, что модель премии президента Алтен-Сапа как раз строится на этой европейской модели делового совершенства. И наши многие, например, предприниматели, участвуя в конкурсе Алтен-Сапа, не понимают, что это та же самая схема. И совершенствуя свои показатели, свои бизнес-процессы, свою систему управления, эффективность своего производства, они могут прямо напрямую, например, без подготовки выходить на европейские конкурсы. Ну, хорошо, тоже, допустим, вы не завоевали, скажем, грамоты финалиста или призера, или обладателя европейской награды. Но вы участвовали, вы видели других, вы показали себя, понимаете? Вот за это мы ратуем. И мы говорим, давайте смелей зовем, зовем, но, к сожалению, тишина. Сейчас пока у нас нет таких предприятий. Есть несколько предприятий, вот, в частности, я бы хотел назвать группу компаний Кастрансгаз. Это компания, головная компания Кастрансгаз, Кастрансгаз Аймак, Интергаз Центральная Азия, например, там еще Кастрансгаз Унимдери и Амангельдегаз. Вот группа компаний, которая внедряет из года в год, и вот, например, Кастрансгаз Аймак, они добились вот уровня признанное совершенство пять звезд. Это по европейской модели. Интергаз Центральной Азии вот в этом году продолжает, вот мы в прошлом году оценили на уровне четырех звезд. Пять звезд, а уже дальше это участие в европейском официальном конкурсе. Есть шанс стать финалистом этого конкурса, стать призером по каким-то номинациям. Вот это и позволит, например, признать, чем больше казахстанских компаний будут там участвовать, они будут на слуху и у европейского или у азиатского потребителя, например, и у тех же самых партнеров, у тех же самых инвесторов. Вот в частности еще один конкурс, который бы я хотел затронуть, это качественная инновация. Вот сейчас участвуют 12 стран, понимаете, то есть мы говорим об инноваторах. Есть у нас соответствующие госорганы, которые финансируют инновационные проекты. Мы очень много говорим об инновациях, но единицы этих проектов выходят за рубеж. И не знаю, тоже, наверное, я бы сказал нет, но могу ошибиться, тоже какие-то единицы привлекают иностранных инвесторов. Почему? А потому что мы варимся в собственном соку. И мы отметили, получили эти гранты наши инноваторы, и дальше не идут. Может быть, каким-то образом нужно стимулировать предпринимателей? Я и говорю, но это опять же, опять, вот скажем, для нас, например, как общественного объединения, это трудно. Есть соответствующие вот агентства по технологическому развитию, например, это их прерогатива. И, ну, та же самая палата предпринимателей, наверное, Атамикен может в этом плане содействовать или мотивировать. Вот, поэтому вот мы приглашаем, у нас есть десятки, сотни, допустим, этих инновационных проектов. Давайте пробовать силы, давайте участвовать. Там участвуют такие страны, как Финляндия, Швеция, Венгрия, там, Израиль, Китай и так далее. То есть обладатель награды этого конкурса получает диплом за подписью президента Финляндии. Это очень здорово. Это же здорово, это же, это не где-нибудь, не кто-нибудь это, но я, конечно, против, допустим, участия наших предпринимателей, наших организаций, каких-то, ну, как их назвать, желтых конкурсов, да, типа какого-то «Золотой орел», там, например, там, или «Золотая звезда», где ты заплатил деньги и получил эту награду. Это ничего общего не имеет с достижением международного признания, понимаете? И тоже опять всевозможные эти рейтинги, вот бизнес рейтинги и так далее, тоже надо отнестись с очень большой осторожностью. Почему? Потому что они, это коммерческие проекты. Заплатил деньги, ты получил высокий рейтинг. Заплатил больше, значит, больше рейтинг. Заплатил меньше, меньше рейтинг. Понимаете? То есть вот моя точка зрения, это, значит, участие в официальных азиатских конкурсах, например, проводимых официальными организациями, как азиатская сеть качества, например, и получение наград. Помимо, да, конкурсов, помимо конгрессов, вот подобных мероприятий, азиатская сеть качества еще какую-то поддержку, может быть, оказывает? Ну, поддержку оказывает, конечно, чем? Мы проводим возможность, например, для встреч, для посещения соответствующих предприятий, организаций, например, в любой стране, допустим, участницы, да, этой организации. То есть производители могут прийти к вам, обратиться? К нам обратиться, мы формируем делегацию, едем на Тойоту. Или там на Ниссан, или другую компанию, Камацу, например, да, допустим, японскую, или там китайскую компанию, Сингапур, например, технологические парки. У нашей организации есть большой опыт в этом направлении. Вот за предыдущие годы мы, например, помогли поездке более трехсот руководителей крупных национальных компаний наших, предприятий, организаций, строительной индустрии, учебных заведений, здравоохранения, где мы демонстрировали современные клиники, например, университеты во Франции, например, в Сингапуре и так далее. То есть, где в Малайзии технологический парк, в Гонконге технопарки, например, вот, то есть, где можно действительно своими глазами увидеть это. То есть, мы не только говорим там о теории какой-то, да, пожалуйста, практическая помощь. А этот подход называется бенчмаркинг. Вот это и есть инновация. Понимаете? То есть, инновационный подход должен строиться на инновационной стратегии организации. В разрезе регионов можете отметить какой-то вот наиболее активный, скажем так, или может быть в определенных сферах наиболее активные предприниматели, которые стремятся вот перенимать, ездить, смотреть и в неприятия? Ну, мне бы сейчас не хотелось называть какие-то отдельные предприятия, например, вот в этом плане очень много хороших предприятий, очень много выпускается хорошей продукции. Но, мне кажется, они недостаточно внимания уделяют тому, например, чтобы выделиться, понимаете? То есть, не быть в массе. И даже конкурентоспособность на внутреннем рынке – это тоже вопрос, почему конкуренция нарастает. Сейчас, скажем, вот Евразийский экономический союз, таможенный союз, например, очень много продукции из Российской Федерации, из Белоруссии, например, да, у нас вот в торговой сети. И как отличить? И призыв только «покупайте казахстанское» – это мало убедительно, понимаете? Почему я должен казахстанскую продукцию, если она не такая вкусная, если она не такая качественная, если она уступает по цене и так далее, понимаете? Поэтому одними призывами патриотизма мы ничего не сделаем. Другое дело, что потребитель должен наглядно видеть это, поэтому надо проводить больше встреч с потребителями. И в этом плане, конечно, мы планируем совместную работу, но просто не хватает ни времени, ни возможностей, понимаете, вот союзом потребителей, например, с обществами потребителей работать для того, чтобы вот именно вот эта обратная связь, как вот с чего я начал, да? То есть судья – это потребитель. Поэтому успех наших предприятий в том, если они будут наглядно демонстрировать. Ну, например, скажем, у предприятий есть сертификат на системы менеджмента качества, да? И сертификат, соответственно, на продукцию. Это бумаги. Вот надо демонстрировать теперь. Надо демонстрировать. В итоге цепь удают потребители, которые выбирают тот или иной товар. Конечно. Ну, спасибо большое за сегодняшнюю беседу. Я думаю, о стандартах качества и обо всех сопутствующих темах можно говорить бесконечно, но, тем не менее, время эфира нашего ограничено. Спасибо большое за то, что вы сегодня были в нашей студии и рассказали много интересных вещей. Спасибо большое. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был президент Казахстанской организации качества и инновационного менеджмента, профессор, председатель правления азиатской сети качества Азад Абдрахманов. Всего доброго. Продолжение следует.